Всем привет, мои дорогие зрители! На моего Ашкемчика. Ох, 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 Ашкемчик мой! Мы идем, друзья мои, такие красивые, с утра пораньше, к родителям. Они сейчас у младшей заловки. Остались вчера на ночь. Мы их заберем и отвезем домой. И будем сегодня заказывать лохмаджун. Я вам покажу, конечно. Как же без вас. Сейчас так торопились с утра, но не получается у нас в 11 быть там. А потом я подумала, почему мы должны спешить? У нас самолета нет, автобуса нет, поезда нет в это время. Как будет, так и будет, мои дорогие. Поэтому идем как есть. Воскресенье. Будем сегодня отдыхать. Я сама захотела к ним пойти. Ну, маму и мужу это очень понравилось. Прекрасного вам дня и хорошего настроения. День действительно хороший. Смотрите, какая погода. Вот даже я сейчас иду в этой кофте. Мне жарко. Просто вечером будем возвращаться. И не то. Светлана наела килограммы. Я не могу остановиться. Я себе все, что глаза видят, все и поедаю. Вот так вот. Ну, придет время, когда я захочу остановиться. Сейчас нет. И вот, мои дорогие, мы взяли родителей, стоим на остановке. Пропустили два автобуса, потому что пришли, они не были собраны. Какое здесь движение на этой трассе, смотрите. Машины едут. Люблю такие проспекты. Ой, дорогие. Вон Анемчик тоже там видно. Видите? Ходит. Моя Анемчик. Нравится хороший район, где моя заломка жила. Пришли мы за мясо. Смотрите, что здесь. Какие цены, сейчас скажу. Значит, с косточками 400. Я работал. Вер. Дорфис. Ну, я работал. Кузыли. Коровья. Коровья этот. Кузы из тюмеров, да, она из тюмеров делает? Кузы из тюмеров, да, она? Кузы. Соняшка. Видите, сучук, мучук, все. Абичек. Значит, смотрите, с косточками 400. Кузы из тюмеров, да. Кемиксис. Кузы из тюмеров, да, она из тюмеров. готовы. Пекмес продается. Вот здесь мы раньше покупали этот. Что мы покупали раньше? Оливковое масло сейчас нет. Разные пряности, мясо какое-то. Сейчас подожду, посижу, пока. Бомбышка, бот-по. 45 штук, 135 лир. Будем кушать сейчас. Все семьей. Приятного нам аппетита. О, еще хочу показать вам вот эту красоту. Ну посмотрите, в каком месте растет на крыше вот такие красивые гранаты. Ешь не хочу. Смотрите, видите? Вы видите? Красота. Красные-красные. Лопаются от зрелости. Видите, какая красота. Зря мы тогда сорвали у нас. Такое вкусное. Доброе утро. У нас гости. Вернее, у наших птиц. Подружки пришли. Вот эта маленькая птичка. Видите? А, вот она, цветочек уже. Смотрите, смотрите, видите? Подружка на кофе. На кофе прилетела. Ой, какие у нее сладкие. Смотрите, смотрите, движуха. Движуха появилась. Движуха. И что дальше? И что дальше? Она пришла водички попасть. Принцесса-то. Мавиш, мавиш. Трус. Бегом. Пятый угол. Она водички пьет. Всем привет, мои дорогие. Посмотрите, что я замутила. Что я замутила. Посмотрите, какие помидорчики дала мне эта заловка. Зачем вот мне солить мучиться? Вот сейчас мы пойдем вместе с вами и посмотрим, что я такое замутила. Получится ли у меня или нет. Очередной рецепт в интернете. И вот я с гордостью укладываю последний и жарю. Друзья мои, это сырные палочки. Я вот сейчас навесила. Все приготовила за какие-то 5 минут. Действительно. Мне кажется, вот этот рецепт стоящий. Почему? Потому что все другие были не стоящие. Посмотрите, какие красивые они получились. Внутри у меня сыр, творог и петрушка, и укропчик. Ну, вы видите, когда нажарю, все пожарю, я вам покажу. Переворачивать трудно. И вам снимать одновременно. Не дождались уже с Ашкемом. Пробуем. Это очень вкусно. Во-первых, это очень быстро. Во-первых, это очень бюджетно. И обязательно попозже, когда буду делать второй раз, вам запишу рецепт. Но тут вообще нечего делать. Берете 2 яйца. 250 грамм берете йогурта. Или мацони, или что-нибудь там, кефир у вас. Затем на мелкой терке натираете сыр. Такой твердый сыр, естественно. Можно и в любой принципе. Чуть-чуть зеленья. Можно и колбасу. Перемешиваете. Ммм, как вкусно не могу оторваться. Перемешиваете. И потом добавляете 2 стакана 250 граммовых муки. Затем, друзья мои, добавляете столовую ложку разрыхлителя. Почему он будет у вас такой красивый? Смотрите, от разрыхлителя. Тут же соды ничего нет. Я сейчас продолжу жарить и вам расскажу. Короче говоря, все это перемешивайте. Такое липкое должно быть тесто. Выкладываете. Вот так вот пласт. Разрезаете ножичком. И все, готово. Ой, не могу оторваться. Так вкусно. Правда, все грязно вокруг. Но ничего. Даже завтрак готовлю. Смотрите, как он красивый. Смотрите. И столько полосочек. Чуть-чуть. Можно и соль, и перец добавить. И колбасу я видела, она добавляла. Можно туда и картошку добавлять. Но это так быстро. Я вообще тащусь. Боже, как же интересно. Что только они придумывают. Вот с творогом у меня не получилось. Потому что у меня творог не растворился. Вообще от слова совсем. Вот. А это я просто рекомендую. Это рекомендейшн. Смотрите, как быстро жарится. Почти пожарила. После вкусного завтрака, после работы с партнерами, я решила выбежать на набережную. Но я всегда хожу, друзья мои, минимум по 10 тысяч шагу. Очень редко. Вчера было немножко 8 с половиной. Мы ездили к родителям. Но мне было недохождение потом. Физически просто немало. Посмотрите, сколько детей на набережной. Погода какая замечательная. Завтра у нас праздник. Тем хорит праздник республики. Вот. И знаете, вот год назад говорили о каких-то глобальных переменах в Турции. Что-то там будет. Какой-то договор. Сто лет. Как он прошел. Ископаемые будут разрешения добывать. Турция станет как Дубай. Что могу сказать? Турция не стала Дубаем. Только дубайский шоколад стали делать в Турции. Вот. Жизнь для нас продолжается. Для простых людей. Год назад кто-то выживал. Если что, трое детей. Сейчас та же ситуация. Кому-то трудно, у кого-то не трудно. Видите, кто-то есть возможность на пикник пойти. Кто-то имеет возможность. Поехать куда-то. Здесь вот смотрите, как интересно живет человек. Он живет, сам сидит здесь. Срач такой в этой была. Маршрутки его. Ну вот купил маршрутку и живет дома. Наверное, нет. А сколько детей, смотрите, сегодня. Какая прелесть. А, потому что сегодня, друзья, знаете, хочу столько детей. Сегодня короткий школьный день, можно так сказать. И вот все мамаши пришли с детками на набережную пикники устраивать. Да какая прелесть, скажите. Потрясающе. Так вот, я начала рассказывать вам за что, про кого. За то, что обещания не сбываются. Не сбывают, вернее. Люди продолжают жить. И что вы думаете? Мы ждем прямо этих обещаний. Нет. Каждый человек сам создает свою реальность. И никто тебе за него не создаст, не сдвинет, не принесет деньги на блюдечки. Никакое государство, никакой правитель. Все работают на себя. Каждый зарабатывает на себя. Вы должны это понять. Никто за вас не будет думать, кроме вас самих. Вы поймите, поймите, кому вы нужны. Кому я нужна. Кому мои дети нужны. Я нужна себе. Мои дети нужны мне. И их будущее зависит от меня. Ну, я так считаю, да. Хорошее будущее. То есть они могут жить так, вот этой повседневной жизнью. От долгов до долгов. От зарплаты до зарплаты. Трудно жить с молодежью, но нужно искать такие возможности, которые, с помощью которых можно накопить, накопить можно с помощью которых. Вот у меня сейчас после моего возвращения из Анталии, я так довольна, вообще благодарна Богу. Многие очень новеньких заинтересовалась моим бизнесом. Некоторые из них пришли к мою команду. Сначала кому-то кажется страшно, все непонятно. А сейчас в начале только. Какой-то надо суету пройти, зарегистрироваться, все научиться и все. И люди удивляются, что все, потому что ничего не надо делать. Конечно, не надо. Вот это и есть скрипта, это и есть инвестиции, когда вы каждый день собираете накопленный урожай. И все, мои дорогие. Я не понимаю, почему солнце здесь появилось. В это время обычно солнца нет. А тут оно так светит, да. Наверное, с утра оно. Как интересно. Я здесь запарюсь. Надо мне куда-то выходить. Вот, мои дорогие. И таких глобальных перемен за год не прошло. Дубаем не стало, Турция. Но машины прибавляются. То есть, смотрите. В общем, каждый думает за себя. И, если есть у нас, поглотеет и страна. Несмотря на повышение цен, на информацию. Вот так, две и депы. Кстати, вчера я почувствовала плохое землетрясение. Было 9, поскольку сидела за компьютером. Только с партнером, господи. Только с партнером поговорила. И так пошатнула. Но слегка, слегка. Вот, будем дальше жить, продолжать радоваться жизни. Ну, а я вперед. Вперед быстро, шагом к развитию. Я очень благодарна всему, что происходит в моей жизни. И хорошее, и плохое. И вы благодарите за все. Благодарите, друзья. Это действует волшебно. Всем привет, мои дорогие зрители. Я сейчас пришла. Смотрите, в какое место. Видите, в каком месте сижу. Я сижу в Марине, вы догадались. Сегодня праздник в Фуции. Я решила сделать себе праздник. Выпить в кофейку. Помечтать. Собраться с мыслями. Вы знаете, что? Примета моей мамы стопроцентно работает. Когда я вышла и увидела женщину, я так и думала, что мне не повезет. И так оно и произошло. Но за невезением появляются какие-то свои плюсы. С какой целью я сюда пришла? И в чем мне не повезет? Сейчас я вам расскажу. Блин, она останется в моей памяти. А кто останется в моей памяти, друзья мои? Когда я пришла сюда с подружкой, наверное, неделю или 10 дней, две недели уже, мне кажется, прошло. Я увидела здесь обалденную сумку. Бордового цвета, кожаную. Томми Белуччи, она стоит 10 тысяч. Скидка была 50%. И она мне так понравилась. У нее был такой широкий ремень. А какой широкий? Боже. Она была такая вся красивая. Просто во мне висит бордового цвета. Вот так красиво сочеталась с моим пальто. Монфло такое с этим бордовым у меня воротником. В общем, она у меня осталась в памяти. И что вы думаете? Я пришла. Естественно, ее уже продали. Я спросила продавца. Я говорю, где-то сумка, которая... Я говорю, пришла покупать сумку у вас, но ее не оказалось. А он сказал, что... Что, к сожалению, ее продали. Я очень расстроилась. Но, говорит, есть возможность ее... Если хотите, мы закажем, вспомнила. Я говорю, давайте. Они что-то там в системе копошились. К сожалению, две сумки были такие. Наставку нету. Это же Томми Белуччи итальянская. Какой я делаю вывод? Я когда увидела женщину, выходя из дома, из подъезда, кофе дает ей эту конфетку. Но тут минус, муки. Очень много муки. И когда я вышла из дома, я встретила женщину. И я подумала, что что-то пойдет не так. Но так она мне оказалась. Я очень расстроилась. Не очень расстроилась. Уже я не расстраиваюсь по таким-нибудь мелочам. 5000 лир сегодня стоит 135 евро. Вот что-то другое. Надо верить в случай. Случайности не бывает, поверьте. Надеюсь, все будет хорошо. Деньги сэкономлю. Куплю, наверное, еще лучше. Но такой сумки нет. Вообще правда. Когда вам что-то нравится, берите сразу. Потому что за ней придет кто-то другой. Какая вкусная конфета. Надо спрятать. Потому что она мне очень понравилась. Это один шоколад. Марине все вкусно. Я решила сегодня не капучино, а такой кофе. Кофе и бутылочка воды. 80 лет. Зато я плюсь. Походила километров 4 до Марины. Походила по городу. Я сделала себе такой праздник. Сейчас вернусь по набережной. И посмотрю, что там происходит. Какие деньги. Совместила приятная с полезным. А другой сумки. Там очень много было. Черненькая была такая. Но мне не хотелось черненькая. Мне хотелось бы отбор. Маленькая черненькая. Вот она как раз мне была бы для дороги. Она более вместительная такая. Не такая же кожа, как моя белая сумка. Она очень удобная. Поэтому белая сумка. Обожаю ее. Кто-нибудь лучше. Там была такая кожа, как на белой сумке. И настоящая. У нас, в принципе, никаких новостей. У меня идет активная работа с партнерами, с командой. Очень хорошие новости. Как всегда, посвящаюсь и горжусь своей команде. И то, что я лидер в этой команде. То, что я лидер в этом бизнесе. И горжусь, и горжусь, и горжусь. Кто пришел ко мне в команду. А я буду просто благодарить Бога и Вселенную. Что берегли свои инвестиции. А я пошла дальше. Открыла для себя новый бренд. Яргыджи. Знаете, что классные? Очень красивые. Вот эти вот, это тоже. Смотрите, вакуум. Бьютик. Надо в интернете посмотреть. Вы знаете, мне так сложно. Смотрите, какие там белые вещи осенние. Обожаю белые. Посмотрите, какая толстушка стала. Толстушка Светлана стала. Все переживали, что я похудела. Радуйтесь, люди, радуйтесь. Светлана поправилась. А вы знаете, что я как-то так сейчас... Что есть, то есть. Смотрите, какая белая, красивая. Сумочки. Мои сумочки нету, за которые я пришла. Вот так обновить гарантирую к моему Ашкенчику. Это очень дорого. 2 500. Что это дорого? В принципе, нифига это не дорого. Паул Рэм. В общем, я сегодня получила удовольствие. Может, пойти мне макро? Вот он самый дешевый. В макро-центр пойти мне, может. На дубайский шоколад. Да ладно, Светлана, иди ты уже домой. Какой дубайский? Вот я хотела. Хотичи. Вот эти сумки Томми Белуччи. Твист. Ну, мне, в принципе, сейчас нужно было только вот сумку. Я потом хочу спортивный, хорошую хочу куртку, спортивный костюм. Классные новые ботасы, потому что в основном моя спортивная жизнь. На улице, вот видите, хожу. Так, еще хочу классный такой теплый, теплый именно спортивный. Очень понравился мне там какие-то брючки. Женщины такие красивые. Знаете, что мне понравилось? Что женщины в эти магазины приходят интеллигентные, богатые. Чувствуется по их стилю, как они одеты. Согласен. Продолжение следует... Продолжение следует...